Давайте мы сначала идеи все смодерируем. Я вам предлагаю писать на стикерах, лепить их на вагму, а потом мы уже будем убирать. Можно сказать, дождались. Годами барнаульская общественность упрекала городскую и краевую власти в том, что вопросы городского пространства решаются без участия горожан. И вот, пожалуйста, стать участником стратегической сессии о судьбе Изумрудного мог любой желающий. Одно из судьбоносных обсуждений шло в актовом зале 40-й гимназии, одной из старейших школ Барнаула. На протяжении поколений парк был настоящей учебной лабораторией для школьников. Там все было высажено много интересных деревьев. То есть мы можем, не выезжая на гору, где соответствующий ботанический сад, а здесь рядом исследовать эти все вопросы. И, кстати, в прежние годы мы этим и занимались. То же самое это касается и физкультуры. Вернуть Изумрудному или парку БМК прежнюю значимость и есть задача сессии. Шесть направлений, шесть аспектов жизни парка. История, экология, образование, спорт, культура и индустрия впечатлений. Эксперты в каждой области выстраивали свои подходы и соединяли в общую картину. Я сам стал участником экологической группы и могу сказать лично от себя. Зреет противоречие. С одной стороны, все признают, парк должен быть тихим зеленым местом. С другой, горожане жаждут концертов, спорта, лекториев, кинопоказов. И здесь очень важно найти баланс. А времени на разговор осталось немного. Сейчас наша главная задача все-таки разработать проект, полноценный, качественный проект. Потому что только опираясь на этот проект, мы сможем, во-первых, высаживать деревья весной, потому что этой весной уже нужно садить деревья, причем деревья крупномеры, чтобы уже сразу был виден эффект. Ну и, соответственно, одновременно нам нужно загрузить парк мероприятием. Как пояснил Вакаев, сейчас решают, насколько будет задействован парк уже этой зимой. Возможно, где-то на его территории, как прежде, появится каток. Между тем, на следующей неделе на сессии АКЗС будут принимать краевой бюджет. И тогда станет ясно, какую именно сумму выделят на развитие парка в 2020 году. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком.